Всем привет! Вы на канале StarTracks Trust, меня зовут Максим, и это вторая часть нашего марафона CreateX. Здесь мы уже сделали, собственно говоря, шапку сайта, подготовили файлы, ну, в общем-то, сделали всю базовую работу плюс шапку. Теперь идем дальше. Наша следующая секция — это секция Hero, так называемая, то есть первая секция, в которой что-то там, какая-то информация базовая о компании. Давайте начнем ее делать. Здесь, в принципе, ничего такого сверхсложного нет, просто давайте начнем. Давайте для начала, для начала мы сделаем просто картиночку без скриптов, без JS, а просто сделаем картиночку на фоне, как она есть. Потом уже добавим сюда скрипты, стрелочки и так далее. Пока, я думаю, для простоты нам хватит и этого. Итак, для начала мы создаем partials, которые назовем HeroHtml. Это HeroHtml мы, конечно же, сейчас подключим в индекс, вот сюда, между хедером и футером, вот сюда. HeroHtml. Это первое, что нам нужно сделать. Далее закрываем ненужные файлы, закрываем хедер, закрываем индекс, оставляем только Hero. Вот, и давайте сразу, наверное, создадим, хотя можно потом. Давайте сначала HTML накинем, а потом уже будем делать непосредственно стили. Итак, что у нас в HTML? У нас есть заголовок. Я думаю, в принципе, Critex Construction, ну, плюс-минус, подходит под заголовок H1, потому что он описывает, о чем стоит, ну, то есть, компания Critex, которая занимается каким-то там конструированием. Я думаю, можем оставить это как H1. Итак, Section, класс Hero. Далее, контейнер и, на всякий случай, создадим сюда еще блок Hero.Container, который нам позволит управлять непосредственно именно этим блоком. Хотя, в принципе, класс, наверное, ненужный. Пока удалим. Далее я хочу создать здесь класс Hero.Content. Для чего я это делаю? Для чего дополнительный диф? Казалось бы, вроде контейнера хватит. Только для того, чтобы данный контент ограничить. Видите, что у нас ограничения есть и здесь, и здесь, и, в принципе, у этого блока. Поэтому я хочу это сделать и хочу, чтобы просто контент ограничивался какой-то шириной. Я оборачиваю весь контент в блок и даю ему максимальную ширину, и сразу все эти элементы будут ограничены. Далее H1 я задам ему класс title, либо давайте main title, и напишем, что это createx.constraction. Давайте лучше скопируем, наверное. Хотя нет, здесь большие буквы, напишу сам. Вот. И буква x у нас будет в теге span, поскольку ее нужно отдельно стилизовать, сделать ее, собственно, другим цветом. Есть H1 готов. Далее paragraph. Это будет у нас hero description. Ну да, в принципе, hero description. Почему я делаю именно так? Потому что, вот смотрите, у нас есть заголовок главный. У него размеры 72 на 130, и здесь тоже 72 на 130, поэтому я ставлю именно main title. В принципе, у нас и описание такое же, да, только здесь оно серое, а здесь белое. Поэтому мы можем, в принципе, сделать здесь maindesk class, то есть общий класс для всех описаний, потому что они, да, они действительно дальше повторяются. Значит, да, мы можем действительно взять здесь main title и вставить. Но прежде чем вставлять текст, я хочу его еще и типографить. Типограф такая штука специальная, которая ставит нужные символы, в том числе и неразрывные пробелы, там, где они нужны по правилам, собственно говоря, языка. Здесь у нас loremipsum, так сказать, текст, поэтому, скорее всего, просто типограф не понял, но на всякий случай мы проверили. Сохраним. И у нас остаются еще две кнопки. И вот тут, прежде чем верстать, нужно зайти в компоненты в Figma. Здесь дизайнер очень круто сделал. Он подготовил компоненты страницы. Как вы видите, есть кнопки, да, есть вот такие кнопки, есть вот такие, то есть есть заполненные, есть незаполненные. И здесь общий стиль этих кнопок он уже показал. То есть здесь буквально нужно будет немножко их изменять. Вот. Поэтому давайте мы сейчас сделаем вот здесь кнопку, button. Класс добавим btn-reset. btn-reset – это класс, который у меня уже задан. Здесь просто сбрасываются стили внешние для кнопок. Вот. И зададим класс btn, то есть общая кнопка какая-то, да. Вот. Ну и чтобы задать конкретные стили кнопки, я задам еще сюда не класс, btn, который я назову btn-fill. Fill, то есть заполненный. То есть у нас вот эта кнопочка, вернемся сюда. Так, а наоборот, здесь должно быть stroke. Stroke с обводкой, то есть кнопка с обводкой btn-stroke. Вот. Плюс у нас обводка белая, поэтому мы сделаем btn-stroke-white. То есть белая обводка. Это первая. Первая кнопочка. Я думаю, что так будет очень удобно. Вот. И следующая кнопка, мы ее, в принципе, можем скопировать. У нас здесь будет btn-fill. Ну и вроде btn-fill у нас нигде не отличается, насколько я вижу в компонентах. Нет, у нас все-таки есть белая кнопка, поэтому, наверное, btn-fill. Давайте напишем primary, потому что у нас будет вот этот цвет, так сказать, primary, то есть какой-то главный, активный и так далее. Ну и на всякий случай еще сделаем здесь hero btns, то есть div, в котором будут храниться наши кнопки. Вот сюда. Отлично. Стрелки и вот эти вот вещи пока верстать не будем, потому что у нас пока нет слайдера. Вот, собственно, наша секция, вот наши элементы, они уже есть, они уже как бы готовы. Давайте стилизовать. Перейдем сейчас в... Давайте перейдем в scss, в компонент, и создадим здесь новый файлик, который назовем hero.stss. Или main hero можно было назвать, ну, если что, мы потом переименуем. Это как бы уже мелочи жизни, так называемые. Хорошо. Хедер, за ним идет hero. Не забываем это все подключать, иначе работать просто не будет. Hero. И что мы здесь укажем? Ну, укажем, скорее всего, обground image, да? Обground image, который мы сейчас экспортируем. Вот он, bg image. Давайте мы его сейчас экспортируем в jpeg формате. Найдем нашу папку. С акцией, img. И вот здесь это будет hero.bg. Пусть будет так. Хорошо, он готов. Обращаемся, и здесь ищем hero.bg.jpeg. Далее, чтобы это все было у нас корректно и красиво, мы сделаем ground position center. Всегда по центру background.css cover, чтобы всегда было растянуто. И background repeat, no repeat. Это первое, что нужно сделать. Отлично, все появилось. Но еще один момент очень важный. Это момент, когда вдруг не будет у нас картинки. Вот смотрите, мы сделаем сейчас по умолчанию. Здесь color var color white. Да, по умолчанию сделали. Есть. И теперь вдруг случайно сломается картинка. Но не загрузится. Будет вот так. То есть мы не увидим текста. Чтобы этого не было, мы должны придумать какую-то альтернативу. Альтернативу. Именно поэтому мы зададим background color. Пусть это будет color gray. Почему бы и нет. Альтернатива того, что у нас нет картинки. Вдруг картинка не загружается. Есть хотя бы какой-то фон. И все равно видно картинку. То есть видно пользователю текст, который здесь есть. Поэтому мы сделаем вот так. Если картинка есть, она как бы закроет собой этот background color. И все будет хорошо. Отлично. Далее. Ну, не знаю. Мы можем в принципе в settings написать вот эти базовые стили для main title. Да, давайте наверное так и поступим. Перейдем сейчас сюда и заберем это все дело. Да. И наверное знаете, я еще сделаю чуть-чуть иначе. Вот этот color light уберу отсюда. Почему? Потому что у нас в других страницах эти тексты другого цвета. Соответственно, я думаю, что им стоит задать другие стили. И другие даже классы. Поэтому вот здесь мы сделаем main title light. Или main title home. То есть home page возьмем. То есть это будет заголовок на главной странице. И здесь будет main desk home. Вот. И тогда уже сможем непосредственно управлять этим текстом. Давайте по умолчанию. Ну, сейчас давайте сначала сделаем вот эти вот вещи. Margin 0. Все дела. Место color мы укажем вот этот цвет. Потому что он по умолчанию для нас важный. Вот. Ну и давайте, наверное, еще воспользуемся сервисом name.deadcolor. Потому что нам нужно как-то называть цвета переменных. Ставим. И это будет Storm Gray. Как советуют нам. Да. Поэтому мы сделаем здесь color Storm. Это, конечно, такие абстрактные названия. Но нам с ними будет в любом случае удобнее. Хорошо. И задаем сюда. Color Storm. То есть по умолчанию на всех страницах будет именно вот такой серый цвет. Вот. Но он у нас... Хотя нет. Подожди. Не серый. Серый это для описания. А для заголовка у нас должен быть вот этот. Черный. Кстати, да. Он повторился. Значит, мы можем его выносить тоже в переменную. Давайте вернемся в шапку. Вот здесь в хедере. Или в хедере, или в наверх. Мы где-то использовали уже этот цвет. Давайте найдем. Хедер контакт. Вот он. Да. Давайте мы его тоже вынесем в переменную. Ebony Clay. Ну давайте будет Ebony. Да. То есть color. Ebony. Вот. И вот он у нас такой. То есть вот здесь мы меняем сейчас на var.color.ebony. Сохраняем. И в settings мы меняем тоже на Ebony. То есть вот по умолчанию на всех страницах он будет темный. Вот такой. Но нам нужно будет менять его именно на main. Поэтому вот здесь... Точнее на home, да. Поэтому вот здесь на home мы пишем color.var.color.light. Вот. Ну и конечно давайте поменяем шрифт. У нас здесь шрифт другой. Это здесь уже получается. Хотя нет. Написано Ubuntu. Ubuntu Bolt. Хотя Ubuntu... А. Ну возможно да. Ну нужно сделать здесь текст трансформ. Аперкейс. И тогда он будет похож на макет. Да, действительно так оно и есть. Ну, кажется все-таки немножко отличается от макета. Но ничего страшного. Хорошо. Теперь main desk. Абсолютно та же история. Да. Только здесь уже у нас будет color соответственно. И вот этот серенький, да. Который мы указали. Ну а дальше уже посмотрим. Берем все стили. Собственно нам нужно что? Нам нужно... По идее только вот это. Больше ничего. Да. Ну и конечно color. Color. Получается у нас шторм. А вот для home мы пишем, что это будет color white. Вот. Ну что. Смотрим. Да, действительно белый цвет. Все в порядке. И не забудем еще сбросить маржины. Я сбрасываю все маржины, которые есть по умолчанию. Потому что они в принципе здесь просто не нужны. Отлично. Так. Все в принципе хорошо. Пока что у нас идет. Все в порядке. Давайте теперь еще для спана, который внутри вот здесь, сделаем тоже стили. У нас будет спан. И добавим еще одну переменную. Color. Primary. Основной вот такой оранжевый цвет, который используется на всем сайте, так или иначе. Да. И нам нужно найти его где-нибудь вот здесь в макете. Вот собственный и он. Да. И мы будем его тоже вносить в переменную. Ну в принципе как и все повторяющиеся цвета. Color. Primary есть. И мы здесь просто задаем Color. Primary. При этом, как вы понимаете, мы сможем легко и потом изменить цвет итоговый. Да. Просто сменить Color. Primary на другой. Вот. Нам конечно придется еще немножко тогда повозиться. Если мы захотим менять цветовую схему, да. То есть здесь нужно будет сделать fill другой. Здесь тоже нужно будет ставить тогда это дело в HTML. Но это уже не наша, так сказать, проблема. Наша проблема сделать текущую верстку. Хорошо. Давайте теперь включим Pixel Perfect. То есть картиночку нашу включим, на которую я должна наезжать. Вот она. И давайте по ней уже сделаем непосредственно продолжение нашей верстки. Зайдем сначала в хедер. Я думаю, вы видите, что хедер немножечко не совпадает. Буквально чуть-чуть. Если мы сделаем вот здесь Padding Bottom, скажем, 20. То вот оно совпадение. 21, да. Вот. Теперь все совпадает. Поэтому, наверное, все-таки я сделаю Padding Top 23. А при этом 21. Это визуально почти незаметно. Но зато заметно вот здесь. Далее. У нас есть Hero Content. Как вы помните, да. Вот здесь Content. И у него будет MaxWise. Ну, пусть пока 600 пикселей. Я не знаю точное значение. Пока поставим 600. И, в принципе, оно почти-почти подходит нам. Чуть-чуть меньше должно быть. 590, может, что-то вот такое. Здесь уже будем подбирать. Вот, наверное, да. 590 подходит. Вот. Пока у нас нет слайдера и ничего. Я просто, наверное, задам паддинги. Хотя, в принципе, и при наличии слайдера я бы это сделал. Ну, давайте сделаем Padding Top 200, например, да. И посмотрим, что будет. Ну, почти. Здесь вариантов реализации именно вот этой штуки несколько. Кто-то делает паддинг, кто-то делает высоту блоку. Но я предпочитаю это все-таки лучше паддинги. Либо лучше сделать минимальную высоту, небольшие паддинги и выгонить это по центру. Пока оставим так, как есть. Потом мы уже посмотрим непосредственно. Может быть, что-то изменим. И еще один важный момент – это, конечно же, отступы. Да, потому что вот здесь у нас отступ 24. Проверим, что здесь он тоже 24. Да, значит, мы можем спокойно на общий класс. Даже несмотря на то, что он у нас является блоком. А на блоке маржин ставить по идее нельзя. Но поскольку у нас он везде одинаковый, мы себе можем это позволить абсолютно спокойно. Вот. Можем позволить себе абсолютно спокойно делать эти отступы. Потому что они везде одинаковые. И нам удобнее потом просто даже переиспользовать эти отступы. Они ведь одинаковые. Вот. 25 пикселей даже устраивает здесь абсолютно. Все становится ровным. Прекрасно. Все есть. Теперь кнопка. Кнопка, она тоже будет общим стилем. Btn. Мы можем сразу задать здесь fill. И сразу задать здесь stroke. Да. И у нас там еще были какие-то классы. Stroke white. Stroke. Stroke white. И, наверное, здесь не из того, как fill. Primary. Да. Вот. Мы, в принципе, можем это вносить сюда тоже, как primary. Большая ложность получается. Но ничего страшного. Это абсолютно нормально. Вот. И здесь, наверное, не white, а все-таки light. Да. Кажется, вот так лучше. Light. Ну и что мы здесь делаем? Мы здесь делаем border color. color color light. А здесь мы укажем, что просто будет border pixel solid. Давайте, может быть, разделим его, да? То есть на border with winpixel и border style solid. Мы просто разделим его и отдельно уже зададим непосредственно border color. Вот так это будет примерно выглядеть. Проверим. Да, border появился. Все в порядке. Остается задать общие какие-то стили. Давайте это сделаем. Начнем, наверное, с текста. Как самого такого банального и простого. Нам что нужно? Нам нужен water spacing, font size, font weight и так далее. Давайте это все зададим для класса btn. Font size есть. Water spacing тоже нам нужен. Font weight у нас будет 700. Bolt, да. И у нас еще будет text transform uppercase. Так, проверим. Похоже на правду. Еще у нас здесь есть белый цвет. Вроде как он почти везде белый. Поэтому пока мы зададим его везде белым. Но если что, будем делать дополнительные модификаторы. Хотя, в принципе, по умолчанию большинство кнопок белый. Поэтому мы можем оставить его белым, как по умолчанию. Всегда. Вот. Еще нам не хватает борда радиуса. Давайте его найдем. Он где-то здесь у нас явно есть. Где-то у этих кнопочек 4 пикселя мы видим. Отлично. Бордер радиус 4 пикселя. Есть. И остается задать паддинги, да. Которые будут, собственно, здесь размером. Кстати говоря, у этого блока у нас, видимо, из-за того, что есть line height, уже как бы есть размер, да. То есть высота появилась. Видимо, из-за того, что line height у текста достаточно большой. Я бы, на самом деле, сделал чуть иначе. Я бы поставил здесь line height условно чуть просто побольше, чем у текста. И уже паддингами равнял. Поэтому я так и поступлю. Делаю здесь паддинг. Ну, скажем, пусть будет 10 пикселей, 20 пикселей. Там уже будем равнять. Вот. Снова вернемся в код страницы. И вот здесь, смотрите, вот здесь оттоп есть. Вот здесь оттоп быть не должно, потому что ничего нет внизу. В принципе, я только думаю, что везде, да, на всех абсолютно страницах, кроме главной, нам этот margin bottom не нужен. Поэтому мы можем использовать здесь еще один модификатор. Хотя, в принципе, у нас есть home, который отвечает и за то, и за то. Наверное, проще использовать его. Поэтому вот здесь для main desk, как home, мы поставим margin bottom, ну, условно, 40 пикселей, например. Да, и уже будем сейчас равнять это дело. То есть только на главный у нас будет непосредственно этот отступ. Видимо, он у нас 60 пикселей. Хорошо. 60 пикселей. Идеально ровно. Берем. Возвращаемся в наши кнопки, в BTN. И вот здесь уже будем равнять паддинги. Давайте это сделаем через DevTools. Будет гораздо удобнее и быстрее. Так. По высоте подравняли. 15, ну, и здесь где-то пикселей 35, наверное, будет чуть больше. 39. Ну, наверное, ну да, 39 нормально. 15 пикселей и 39 пикселей. Хорошо. Ставим это значение. Отлично. Все есть. Все хорошо. Есть пока что все, что нам нужно. Да, то есть вот кнопочка появилась. Не хватает еще отступа между кнопочек. Это у нас хедер для архива BTN-S, BTN. Пожалуй, здесь мы позволим себе воспользоваться вложенностью. То есть что мы сделаем? BTN-S, BTN. И мы сделаем вот здесь нод LastChild. То есть немножечко, да, вложенности. Ну, здесь она, я думаю, вполне приемлема. И мы разобрать укажем на пикселей 10. Вот. А может быть, кстати говоря, и не нужно здесь указывать нажим. Мы сейчас это решим. Сейчас мы это решим. Давайте смотреть. Так, что нам еще нужно? Нам нужно задать fill. Да, для вот этого блока. Что мы сделаем здесь? Мы сделаем здесь background color. А нужен ли нам конкретный primary здесь? Да, он нужен. Только мы будем делать не просто fill, а вот именно. Хотя. Fill primary. BTN stroke. Получается, что нам не нужен либо вот этот класс, либо вот этот. Давайте, наверное, primary выберем. Оставим btn fill. А там, ну, если что, уже будем подправлять. Здесь нужно просто уже посмотреть непосредственно в процессе. Итак, color primary. Появляется у нас фон кнопки. Да, у нас просто у кнопки текст неправильный, поэтому я думаю, что почему она не совпадает. Что-то не так. Почему-то текст у нас, ну, как бы, именно pixel perfect не совпадает. Что-то не так. А у нас просто текст одинаковый. Давайте заменим его на правильный. Только единственное, мы сделаем здесь все вот так. Вот. Сохраним. Посмотрим. Собъемный request. И давайте смотреть, как это выглядит. Ага. А если мы сделаем отступы сейчас все-таки у кнопок? Вот. Да, отлично. Отступ нам нужен. И вот он, отступ 22 пикселя. Нам подходит как нельзя лучше. 22 пикселя. Да, у нас здесь небольшая вложенность, но ничего страшного. Хорошо. Ну, и отступ здесь еще должен быть снизу. Тоже там достаточно большой. Пусть будет тоже 220. Даже больше. 320. Даже еще больше. Ну, да, здесь этот вариант нам не очень подходит. Мы сделаем все-таки через mid-height небольшие пандинги. Но попозже, уже когда будем непосредственно сюда добавлять слайдер. Все-таки настолько большие пандинги, это не очень хорошо. Мы потом переделаем получше. Ну, а так, в целом, секция готова. Вот наши кнопочки. Да, у всех все хорошо. Есть нужные стили. Но не совсем. Смотрите, есть еще разница. Видите, вот здесь бордер есть, а здесь нет. В этом проблема. Тогда, значит, получается, мы должны сделать как? Мы должны сделать бордер. Вот это вот, вот этот бордер. Нужно сделать его по умолчанию всем элементам. То есть всем кнопкам. Да, мы сделаем вот так. И сделаем еще сюда же бордер color. Ну, укажем transparent. То есть это будет прозрачный бордер. Вот. Здесь. И видите, они встали. Да, бордер появился, он прозрачный. Но все равно они встали теперь ровными. Вот. Проверим на всякий случай. Pixel Perfect. Да, все, в принципе, хорошо. Все в порядке. Можно единственное добавить здесь отступа. Не 23, а там... Не 22, точнее, там 21 или 23 сделать. А, говорим, даже 20. Вот, 20 вообще идеально становится. Вот. Вот примерно вот так. Ну, собственно, на этом секция готова. Здесь ничего сложного. Да, потом со слайдером мы еще немножко посидим, помучаемся. Ну, не то чтобы сложный, но есть где разгуляться, так скажем. Отлично. Ну, у нас еще есть время на следующую секцию. We are Createx Contraction Bureau. Вот. Давайте, собственно, ей займемся. Пожалуй, это похоже на About Section. Поскольку у нас есть страница About, мы сделаем просто Percials, который будет называться About Section. То есть, именно Section, чтобы не задевать страницы, потому что страница у нас About тоже будет. Хорошо. Берем здесь. About Section. Подключаем. Все по стариночке. Все как надо. Убираем все лишнее. Вот. Ну, и оставляем About Section. Давайте. Section. About. Ну, вот Section так и назовем. Почему бы и нет? Дальше будет контейнер внутри. Все как обычно. И здесь будет у нас H2 с классом Title. Мы использовали до этого MainTitle. Теперь у нас есть Title, который, собственно говоря, тоже везде одинаковый. Вот он. Вот он везде. Вот. Во всех абсолютно секциях. Ну, почти везде, да. Он одинаковый. Кстати, смотрите. Вот здесь у нас, если глянуть, да, одинаковый размер. И вот здесь тоже он, так понимаю, такой же. Да, такой же, только здесь по центру, а здесь нет. Значит, мы можем сразу использовать здесь модификатор Title Center. То есть сделать его конкретно по центру. Отлично. Забираем. Вставляем. Хорошо. И вот это у нас 18, 150. А давайте проверим, что здесь. А, здесь 20. То есть немножко больше. Значит, мы сделаем отдельный. Просто Deskler его тоже назовем. Почему бы и нет? Да, то есть будет P Deskler. И, наверное, тоже сделаем здесь Deskler Center. Вот. И уже непосредственно возьмем его здесь, да. И тоже, на всякий случай, оттипографим. Вот. Видите, NBSP поставились. Значит, мы это сделали не зря. Отлично. Ну, и здесь видос. Видос. Ну, мы сейчас найдем какой-нибудь видос. Любой. Просто вставим сюда, чтобы он был. Ну, пока давайте сделаем просто видео. Среце. Поставим здесь сразу muted loop. И что нам еще нужно? Прилот, наверное. Прилот метадата поставим. Вот. Ну, и срцеску попозже. Может быть, еще постер нужен. Ну, скорее всего, да, постеры. Хотя, может быть, и не обязательно. Пока оставим вот так. Вот. Видео есть. Ну, и, в принципе, ему нужен класс еще. Класс равно about section video. Хотя даже не так. Вы видите, у нас вот здесь есть кнопочка. Наша кастомная. Потом есть еще одна кнопочка. Наша кастомная. Поэтому мы, скорее всего, сделаем здесь about section video block, например. А вот уже внутри будет видео. Причем не просто видео, да, а еще будет у нас здесь, собственно говоря, кнопочка. btn-reset, about, даже не так. Даже мы сейчас делаем еще лучше. Мы сделаем вот это отдельным блоком. То есть это будет video block, пусть так и называется. И тогда будет здесь у нас video block play. Video block play. Сюда ставим svg-шку попозже. Вот. Давайте сразу, наверное, заполним еще array label здесь. То это будет play video. Вот svg-шку сейчас ставим. И будет еще одна кнопка. Вот. Здесь будет вместо play уже muted. И здесь сделаем mute video. Вот. Отлично. Ну и давайте уже непосредственно про иконки. Вот наша иконка play. Мы ее экспортируем в svg. И вот впервые, наверное, можем воспользоваться уже непосредственно спрайтами. Так и назовем ее play. А здесь назовем volume или mute. Давайте назовем просто mute. И используем здесь готовый участок. Вот. Use. Свг-шка. Самой свг-шки класс в принципе не нужен. Используем play. А даже, наверное, знаете, как я сделаю? Я сделаю еще лучше. Я возьму отдельную иконку play. Вот этот вот полигончик, так сказать. Да? Вот. И давайте еще раз его заменим. Вот так. А уже саму кнопку буду стилизовать как хочу. Ну, то есть, сделаю ее оранжевой и так далее, и так далее. Можно было легко навесить ховер потом. Ну, в общем, удобно. И вот здесь мы используем mute. Сохраним, проверим. Ну, мы не увидим белого на белом, естественно. Ну, ничего. Главное, что мы видим уже непосредственно, что здесь происходит. И теперь давайте укажем здесь title. Margin 0 сразу пишем. Что здесь не нравится? Не знаю, что не нравится. Ну, ладно. Title. И здесь укажем descr и тоже сразу margin 0. Это первое, что нужно сделать прямо на 100%. Далее. Идем в этот заголовок и забираем все его стили. Абсолютно все, что нам может здесь пригодиться, мы забираем. Поставим 700. Да, заголовка по умолчанию 700, но мы, опять же, на всякий случай лучше сделать именно так. Color здесь у нас ebony, насколько я помню. Готово. Ну, и сразу давайте к этому элементу тоже сразу ему зададим стиль. Копируем все. Что? Textline Center мы не будем сюда ставить. Он говорит нам не нужен. И вот здесь у нас будет lar polar storm, насколько я помню. Проверим себя. Да, действительно, цвета на месте, все правильно. Остается добавить здесь модификаторы. Центр. Textline Center, да. И здесь то же самое. То есть эти модификаторы будут просто центрировать. Хорошо. Ну, еще нужен отступ, но мы отступ сделаем чуть иначе. Сначала мы давайте саму секцию выставим, то есть элементы от верха секции. А потом уже все остальное. Кстати говоря, это тоже стоит проверить. 120. Здесь 180, но мы тоже можем сделать 120 в целом. 120. 120. Значит, ну, можно задавать сюда какой-нибудь общий класс. Ну, пусть это будет section offset. Отступ у секции. Да, поэтому section offset один топ 120. Вряд ли нам поможет число 120, потому что у нас такие разницы в шрифтах. Хотя нет, как мы видим, 120 идеально встало. Окей, значит, нам повезло и все здорово. Теперь от заголовка нужно сделать отступ. Ну, пусть будет 20 пикселей. Ну, наверное, 25 все-таки. Или 30. 25 встает идеально. Хорошо. Опять же, вернемся в макет. Проверим еще раз все отступы вот здесь. Теперь 60. Видим. 60. Очень ровно все делал дизайнер. Это прекрасно. Ну, в принципе, в платных макетах так и должно быть. Дизайнеры должны в платных макетах делать все идеально ровно. Поставим 60. Если что, потом поправим. Вот. Ну, и видео, да? Давайте зайдем на color. Точнее, не color, как он называется. Или так он называется. Вот я забыл. А, не cover, а cover.co. Сайт, на котором бесплатное видео можно найти. В принципе, ну, почти на любую тему, наверное, да? Давайте посмотрим, что тут есть. Может быть, найти действительно construction какой-нибудь. Или build. Да, вот что-нибудь такое. Build. Что-то, сток видео. Платное ли оно у нас? Да, оно платное. Давайте найдем бесплатное. Вот freebuild. Да, там freebuild. Free stock videos. Да, пусть, например, вот это будет. Да, вот у нас видео. Ну, почему бы и нет? Пусть будет оно. Простейшее видео. Нас устроит абсолютно. Вот. Берем это видео и идем в нашу папку. Его вставлять. Все сторонние ресурсы, для которых нет специальной папки, хранятся в папке resources. Вот именно в этом здесь. Ну, и сделаем здесь, наверное, просто about video. Вот, about video. И теперь возвращаемся непосредственно в наш сайт. И вот здесь, в срце видоса, мы укажем about video mp4. Видео есть. Видео появилось. Оно, конечно, не тех размеров пока, но, понятное дело, мы еще ничего с ним не стилизовали его никак. Отлично. Отлично. Теперь давайте размеры. Кстати говоря, у нас еще overlay, отлично. Мы его сейчас реализуем, безусловно. Это здорово. Давайте его сразу, в принципе, и делать. Во-первых, у нас есть border-radius у всего блока. Это у нас видеоблок. Да, мы создадим ему отдельный компонент, отдельный файлик. Видеоблок.scss. Подключим его, естественно. Это у нас будет маленький блок, так называемый. Видеоблок. Сохраняем. И пишем здесь видеоблок. Position Relative нам пригодится. Overflow Hidden нам пригодится, 100%. Ну и border-radius. 4 пикселя нам тоже пригодится. Это первое, что нам точно нужно сделать. Далее мы обращаемся. Давайте, да, мы здесь не поменяли немножко класс. Мы сделаем здесь видеоблок. Пусть будет контент. Почему бы и нет. Обратимся к контенту. Сделаем дисплейблок. Выс 100%, height 100% и Object Width Cover. То есть просто его растянем на размер блока. Да, кстати, сразу блоку тогда зададим и ширину, и высоту. Ширина у него, по идее, 100% по контейнеру. Да, а высота у него 500 пикселей. Окей. Значит, мы здесь должны указать height 500, точнее. Да, только не сюда, а вот сюда, по идее. Нет, даже позже бордера. Да, по правилам код ставил даже вот сюда. Готово. Видос на месте. Он немножечко у нас неправильного размера. Как видим, блок правильного. Но здесь еще вот эти элементы, поэтому у нас немножко не так работает. Ну, мы и исправим, конечно. Окей. Так. Блэдорадиус есть, но он почему-то не округляет. Да? А, ну, потому что, собственно, потому что у нас видос не полностью занимает. Хорошо. Тогда мы сделаем что? Мы сделаем play. У background color мы поставим var color primary. Вот так сразу. Ага. Увидим сразу нашу иконочку. Это хорошо. Возьмем ее, в принципе, размеры сразу. 80 на 80. Да? Так. У SVG-шки размеры 26 на 26. Запомним это обязательно. Мы можем сразу задать здесь 26 на 26, в принципе. Вот. Border radius у нас будет 100%. BIS 80 пикселей и height тоже 80 пикселей. Готово. Вот наш кружочек. В принципе, он по центру. Ну, давайте на всякий случай мы это сделаем точно по центру. Проверим. Да. Ну, единственный момент у нас уже готово, да? По-моему, здесь all-center. Вот он, да. Mixing all-center есть. Поэтому кажется, что гораздо удобнее использовать его. Поэтому include all-center. Вот. Ну, и, конечно, нужно всему этому делу. А у нас, видимо, да? Должно быть, после. Ага, да, то есть после include должны быть все основные стили. Position absolute, left 50%, top 50%. И вот здесь мы зададим transform, translate, минус 50%, минус 50%. Абсолютный элемент станет по центру родителя. Он, в принципе, и встал, как и должно было быть. И еще зададим ему, конечно, z-index на всякий случай, чтобы он точно перебил все, что нужно перебить. Вот теперь, да, он действительно перебивает. Теперь то же самое делаем с кнопочкой mute или muted. Как она там называется у нас? Она называется muted. Muted. Хорошо, muted. Что мы здесь делаем? Ну, тоже размеры всякие. Я думаю, можем, в принципе, вот это все полностью скопировать. И просто уже менять непосредственно на то, что нам нужно по макету. Ну, что нам нужно? Нам нужно явно здесь 32 и 32. Да, то есть transform нам не нужен. Нам нужно здесь поставить left32, bottom32. Далее размеры 40 на 40. Меняем. Background у нас должен быть вот такой, полупрозрачный. Давайте его найдем. Он белый, сорпастье 0.12. Мы поэтому здесь используем, что у нас там, RGBA называется, да? А, по-моему, здесь нельзя переменно использовать. Ну, ладно, мы это напишем просто вот так. 0.12. Готово. Ну, и самая SVG-шка здесь у нас размерами 13 на 13. Ну, то есть все в два раза меньше просто. Действительно, той иконки. Смотрим. Вот наша иконочка. Она выглядит мелковатой, правда. Сама вот эта иконочка, видите, 8 выглядит, да? 13 на 13, а внутри 8. Кажется, что-то мы не учли. Давайте проверим еще. А вот, вот, вот размер общий. 20 на 20, да. Поэтому она и кажется такой маленькой. 20 на 20. Вот, теперь она на месте. И действительно, блок с видео у нас уже выглядит по макету. Стоит ровно. Вот. Ну, здесь крестик может быть чуть-чуть другой, но это уже мелочи жизни. Так, иконочка тоже наверху. И остается сделать вот это вот затемнение или просто overlay какой-то, да? Это все делается у нас псевдоэлементом. Пусть это будет before. контент у нас будет пустой. Position absolute. Left 0, right 0, top 0, bottom 0. То есть, просто растягиваем его на всю ширину. TheTindex поставим намеренно поменьше. Допустим, 3. То есть, поменьше, чем у кнопок. Специально ставим его поменьше. Вот. Ну и здесь что у нас? Наш цвет, вот этот, и opacity. Поэтому мы сделаем то же самое. BlurandColor, RGBA, наш цвет. И здесь поставим, сколько там? 0,6. Да. 0,6. Ну и единственное, тоже поменяем все по кодстайлу. Вот так. Проверим. Да, вот наше затемнение. Оно, конечно, выглядит чуть иначе, но оно есть. Оно работает. С ним все в порядке. Вот. Ну и еще момент. Смотрите, у нас... Давайте проверим. На всех секциях это так или нет. Вот здесь 120. Вот здесь у нас 180. Ну, значит, именно вот этой секции мы можем задать вот 160 пикселей снизу. Просто, чтобы действительно он был. Единственный момент. У нас About Section нигде не описан. У нас нет отдельного файла, да, под него получается. Да, действительно. Ну, давайте создадим. Пусть там будет одно свойство, но что поделать. About Section и CSS. About Section. Точнее, даже не одно, а два, наверное, будет. Поднимем ботом 60. И background я задам на всякий случай. Пусть он будет точно белым. Вдруг что-то с боди случится. Мы не должны к этому привязываться. Наша задача сделать все универсально. About Section. Ну и проверим. Отступ снизу. Да, появился. Отлично. Ну и теперь мы можем штамповать секции просто как хотим, потому что у нас уже готовы заголовки, готовы отступы. Вот эти все отступы готовы. У нас почти все готово. Нам просто нужно штамповать. Вот теперь остается сделать что? Ну, вот эти всякие стандартные сеточные блоки. Это все гридами делается за 5 секунд. Чуть ли не за 5 секунд. Вот поэтому, ну, достаточно быстро, я думаю, будем продолжать дальше. Ну, а на этом все. Я думаю, у нас уже 38 минут. На этом все. Заканчивается это видео. В этом видео мы с вами сделали первую секцию Hero. Пока что без слайдера. И сделали секцию About, так называемую, да. С видео, которую мы попозже тоже будем скриптами менять. Ну, то есть у нас будет кнопочка. По нажатию будет происходить непосредственно запуск видео. пропадание этого оверлея. И по кнопочке, по клику вот сюда у нас будет работать muted или не muted. Собственно, вот примерно вот так. И дальше в следующем видео мы продолжим. Будем делать следующие секции. Как я уже говорил, будет попроще, потому что у нас уже готовы некоторые блоки, готовые паддинги. То есть мы чуть меньше будем времени тратить на такие мелочи. Все, на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. И ждите следующей части. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok